Немного о цели нашего исследования. Мы с вами сконцентрируемся на HTTP. Мы не будем рассматривать, разве что только вскользь, другие протоколы, другие методы, другие порты и так далее. Хотя бы потому, что в современном мире HTTP это такая достаточно существенная часть поверхности атаки при рассмотрении защищенности любой системы. Понятное дело, что есть ряд других сервисов. Есть SMTP, POP3, SMB, SVN, MySQL, прочее, 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 прочее. Много открытых портов может висеть на каком-нибудь IP. Мы все остальное не будем рассматривать, поскольку в HTTP гораздо больше возможностей что-то сделать с нашей точки зрения. Мы можем провести анализ других протоколов и ничего не найти. А сконцентрировавшись на HTTP, мы там в большинстве случаев обязательно что-нибудь найдем. Поэтому мы с вами сконцентрируемся именно на этом семействе протоколов. Как вообще проходит анализ веб-системы? Он обычно проходит в виде своеобразного цикла, цикла анализа. На вход цикла подаются точки входа, которые мы обсуждали на предыдущих занятиях. На этот момент мы определили те точки, на которые мы можем влиять, те параметры, которые попадают внутри веб-системы, и которые можно каким-то образом менять и смотреть, что получится. Далее мы выдвигаем некую гипотезу относительно того, как фильтруется или не фильтруется такой-то параметр внутри веб-системы. Для проверки этой гипотезы мы готовим критерии проверки, выполняем эти критерии проверки, смотрим, что получается. В случае, если проверка не прошла, мы переходим к следующей гипотезе. То есть здесь у нас на самом деле сливается вместе предыдущий опыт, знания и некий креативный подход, воображение, для того, чтобы выдвинуть какие-то новые гипотезы относительно того, что там происходит в недрах исследуемой нами системы. Не всегда все идет по проторенным путям, поэтому здесь очень важен элемент именно воображения. Переходим к следующей гипотезе. Если же проверка прошла, все, мы достигли результата. Далее, в зависимости от, если результат это то, что мы искали от целевой системы, допустим, если рассматривать с точки зрения злоумышленника, злоумышленник никогда просто так, нет, вру. Ради фана тоже бывает что-то взламывают, но обычно время свое как-то жалко, и перед злоумышленником ставится какая-то определенная цель. Даже если взлом идет ради фана, то это удовольствие надо получить. То есть взламывается веб-сервер, хочется его задефейсить, что в последнее время становится все реже и реже, поскольку выгоднее его как-то по-другому использовать. Хочется его задефейсить, значит, для злоумышленников финальной целью – это получение прав записи в веб-директорию. Хочется получить данные, значит, для злоумышленников финальной целью есть получение куска данных с базы данных. Как он это будет делать, это уже не важно. У него есть цель, и делать он будет это любыми удобными способами. Так вот, если результат нашей проверки помогает нам достичь цели, то все окей, заканчиваем на этом анализ. Если же нет, то сохраняем где-нибудь сбоку, поскольку при наличии какой-то другой уязвимости в будущем, мы находим какую-то уязвимость в будущем, мы можем результаты двух независимых уязвимостей соединить вместе и получить какой-то новый результат, который нам поспособствует достижению нашей цели. Поэтому все вот это запоминается. Даже если напрямую сейчас ничего не получилось, все равно в будущем, вероятно, результаты эти нам могут пригодиться, понадобиться. Поэтому все накладываем в сторону. В качестве критерия в проверке очень удобно использовать подход, который направлен на то, чтобы получить от исследуемой системы три варианта ответа. У нас есть набор входных данных, которые мы в соответствии с нашей гипотезой относительно уязвимости составляем. Мы хотим получить три состояния системы. Первое состояние – это есть данные, второе состояние – это нет данных, и третье состояние – это ошибочная интерпретация данных. В случае с исследуемой системой, на той стороне данные, которые мы передаем, могут использоваться в какой-то конструкции по выборке каких-то дополнительных данных или по совершению каких-то действий. Если действие определено, тогда у нас будут данные. Если действие неопределено, у нас не будет данных. Если же первоначальная обработка этих данных, которые мы скормили системе через входные параметры, через точки доступа, привела к нарушению в логике работы системы, то мы получим результате ошибку. Давайте рассмотрим на примере следующую таблицу. У нас есть входная точка, некая цель, домен target.com и параметр ID. Параметр ID может принимать какие-то значения. По ссылке на сайте мы увидели, что параметр ID как минимум принимает значения 1, 2, 3 и так далее. В нашей табличке определено состояние системы для случая, когда данные есть, заведомо есть. Это один из тех параметров, который встречается на сайте. Ссылка на который встречается на сайте. Мы поставляем ID равно 1 и получаем результат. Вывод нашей системы username.admin. Мы можем предположить, что 1 в данном случае является идентификатором некого пользователя, и имя этого пользователя выводится в качестве результата работы нашей исследуемой системы. Тогда мы можем предположить, какие данные будут вполне нормальными, но не приведут к выборке данных. То есть, каких данных для какого идентификатора нет. Мы можем здесь использовать либо достаточно большой идентификатор, как на слайде показано, так и что-нибудь типа минус 1, что гарантированно не будет в качестве данных. Мы используем в рамках нашей гипотезы параметр, который приведет к отсутствию данных, и получаем вывод username, двоеточие и пустое место. Ура, мы получили пустое место. Далее наша задача получить ошибку, ошибочный вывод. Для этого мы смотрим, здесь у нас интеджер, здесь у нас интеджер, целочисленные переменные. Давайте попробуем вставить строчку и посмотрим, что будет. Вставляем строчку в качестве значения для параметра ID и получаем сообщение об ошибке базы данных. Довольно популярный вектор атаки на получение ошибочного результата или отсутствия данных это инжект специальных символов, которые редко когда кто использует в качестве параметров. Среди таких специальных символов можно отметить одинарную кавычку, двойную кавычку, знаки больше и меньше, вопросительный знак, имперсант и ряд других. То есть, используя эти параметры, вы можете с большой долей вероятности получить от целевой системы отклик в виде либо ошибки, либо отсутствия данных. Стоит отметить, что данные, которые выдаются пользователю в ответ на реакцию системы, которая выдаётся пользователю, она не всегда идёт в тело ответа, реакция может быть в чём угодно. Значение cookies, значение каких-то хедеров, значение идентификаторов полей в форме. То есть, не всегда после воздействия системы мы получим её реакцию в открытом виде. Иногда, довольно часто встречается такая ситуация, что вы меняете какой-то параметр, меняете, меняете, но вообще без видимых каких-то отображений, без видимого отклика. И этот параметр может с равной вероятностью как слепо использоваться внутри веб-системы для каких-то внутренних нужд и никак не влиять на отклик, так и попадать куда-то, куда вы просто не смотрели до этого. Исследование уязвимости мы начнём с самой такой простой и крайне недооцениваемой разработчиками уязвимости, как раскрытие служебных данных. Да, да, это тоже является уязвимостью. Под раскрытием служебных данных я подразумеваю предоставление пользователю каких-то данных относительно работы веб-системы, которые пользователю, в принципе, не нужны. Не за этим он на сайт пришёл, и ему вовсе не обязательно видеть, что скрипт таким-то путём выпал с таким-то сообщением об ошибке. Среди возможных данных можно отметить следующее. Во-первых, структура файлов системы. Когда какой-то метод крэшится, какой-то метод срабатывает неправильно, время от времени в дебаг, в окно браузера пользователя выдается путь, по которому находится этот скрипт, какие параметры у него есть и так далее. Это даёт злоумышленнику представление о том, как и где лежит веб-проект на целевой системе. И вообще говоря, все эти раскрытия служебных данных напрямую не ведёт к каким-то печальным последствиям, но очень-очень сильно помогают злоумышленнику при дальнейшем планировании атаки. Допустим, у вас злоумышленник получил путь к веб-проекту, он знает иерархию директорий файловой системы, и он нашёл параллельно атаку, которая может залить какой-то файл по указанному пути, но для этого ему точно нужно знать путь. В слепую подбирать не получится. Он использует информацию, полученную при раскрытии служебных данных, соединяется с другой уязвимостью и получается компрометированную систему. Далее, среди возможных данных, которые могут уйти, это пользователи, разработчики, именно пользователи, разработчиков, админов, всех, кто связан с этой целевой системой. Дальнейшему злоумышленнику это может пригодиться для планирования атаки по подбору пароля или по связыванию нескольких систем логически в одно целое. Например, если на нескольких системах он увидел одного и того же пользователя, он может понять для себя, что этот человек ответственный за всё это, поэтому ошибка, которая была на той системе, наверняка будет на это. А если у меня не получается её использовать, значит, я что-то не так делаю, возможно, стоит что-то поправить. Исходный код. Плохая практика – это обеспечивать безопасность системы посредством скрытия исходного кода, посредством скрытия логики работы этой системы. И в наше время много open-source проектов, которые ничего-ничего не скрывают, но, тем не менее, если эта компания ведёт какую-то разработку, держит свою базу кода, то давать злоумышленнику эту базу кода значит предоставлять злоумышленнику удобный интерфейс по поиску уязвимостей в этой базе кода и логики работы этой системы. В некоторых же случаях логика работы есть коммерческая тайна, которую стоит держать закрытой. Например, в случае с алгоритмом ранжирования поисковых систем SEO-шники очень-очень много денег отвалят за исходные коды работы этих поисковых систем для того, чтобы уметь начать грамотно оптимизировать свои сайты. Следующая внутренняя архитектура, которая позволяет злоумышленнику узнать, что то, куда он обращается, является контентом, бэкэнд находится там, то на таком-то IP-адресе, а еще есть база данных с такими-то таблицами и внутренние настройки компонентов, на базе которых работает веб-система. С PHP-инфоном, например, функция PHP-инфо, которая дает все настройки PHP с путями, с компиляцией, со временем установки и так далее и тому подобное. Либо же настройка какого-нибудь веб-сервиса, которая, помимо всего прочего, позволяет посмотреть, какие еще вертолик-хосты обслуживаются на этом IP-адресе и так далее и тому подобное. Вот эти вот все данные, они в отдельности ничего злоумышленнику не дадут, но в совокупности с чем-то другим могут очень-очень сильно облегчить, либо же сделать возможным какие-то другие атаки. По причинам возникновения с утечкой информации, даже не причинам, а тем местам, где стоит нам, как аналитикам, искать подобные утечки информации. Во-первых, это ошибки приложений, то есть с нашей стороны добиться того, чтобы приложение сработало с ошибкой и выдало дамп, дебаг-дамп, если он там разрешен. В дебаг-дампе там обычно содержится очень-очень много всяких интересных вещей, вплоть до кусков, до фрагментов кодека, в которых произошла та или иная ошибка. Если прямую добиться ошибки от приложения не получается, то все параметры фильтруются, все ошибки заворачиваются и так далее, можно пойти тяжелым путем, можно завалить систему запросами и часто встречают такую ситуацию, что система, в принципе, во всех остальных случаях ведущая себя вполне корректно, под штурм запросов ложится, там бэк-энд в базу данных ложится и в результате фронт-энд, на котором все это фильтруется, получает от бэк-энда сообщение об ошибке, не фильтрует его, поскольку он доверяет полностью бэк-энд, а бэк-энд валится под запросами, там упала база данных, и она об этом кричит, что на таком-то хосте упала такая-то дб с таким-то пользователем, ну, благо хватает ума в дебаг пароль не включать, но, тем не менее. Ошибки конфигурации, когда системы сами, по сути дела, предоставляют какие-то служебные данные. Представьте, опять же, архитектуру с фронт-эндом и бэк-эндом, на фронт-энд приходит запрос на некий ресурс, бэк-энд об этом ресурсе не знает, сообщает 404-й ошибкой о том, что сервер, висящий на таком-то порту, на таком-то IP, не может найти такой запрос, возвращает обратно фронт-энд, фронт-энд этого упала к пользователю. Злоумышленник видит, что это фронт-энд, а там еще бэк-энд на таком-то IP, на таком-то порту. Окей. Система контроля версии. Отдельная песня. Система контроля версии сделана для того, чтобы облегчить жизнь разработчикам. все, что нужно разработчику, это зайти в точку, где нужно развернуть проект и выполнить там magic movements, для того, чтобы из системы контроля версии достать актуальную версию и выложить ее. Но вместе с этим система контроля версии содержит метаданные относительно текущей версии программного обеспечения, которая лежит в системе контроля версии. И эти метаданные иногда предоставляют довольно-таки интересные вещи, типа как минимум, когда была текущая сборка, кто ответственный за сборку, в некоторых случаях позволяет взять исходники продуктов и так далее и тому подобное. То есть с точки зрения разработчика правильной раскладкой будет это либо использовать систему контроля версии, затем тереть за собой метаданные, сделать это в рамках какого-то скриптовыкладки, либо же чекаутиться в какую-то директорию и затем копировать только то, что нужно в рамке веб-директории. Либо же ну, в принципе, это и так хорошая практика запретить на уровне веб-сервера все файлы, которые не относятся к делу. То есть если у нас есть GSP, мы разрешаем только GSP, HTML и какую-то статику фиксированную, TXT, JPEG, GIF и так далее. Запрещаем все остальное. Таким образом злоумышленник не сможет взять метаданные и посмотреть, что у них там содержится. HTML-код, где разработчики очень любят оставлять разные интересные вещи, начиная от личных посланий друг к другу, заканчивая кусками фронтенд-кода, который был закомментарен и перешел из разряда интерпретируемого на фронтенде в разряд HTML. Мусорные файлы, все то, что разработчики по каким-то причинам оставили после разработки для тестирования каких-нибудь вещей или каких-нибудь концепций, все это там остается, продолжает жить, особенно много таких файлов в случае, если разработка ведется прямо на живом. Случается какая-то ситуация, в компании настроен цикл разработки с тестированием выкладка, но вот случается какая-то ситуация, быстренько набегают разработчики, начинают что-то делать, после них остаются вещи типа индекс.php переименовывается в индекс.php.old или .back, на его месте создается новый индекс.php, в это время индекс.php.old остается на веб-сервере доступный через доступный посредством браузера и так как расширение old не трактуется как php, то есть интерпретации не происходит, выплевывается как есть, то есть исходный код индекс.php, каким он когда-то был. Кроме этого, еще разные тестовые сущности, мусор в виде каких-то артефактов, заметок там с DB и же с ним иногда встречаются совсем-совсем запущенные случаи это бэкап всего проекта, бэкап базы данных или вообще всего проекта сложенный аккуратненько прямо в область доступную через веб и вещи типа SQL dump.backup.zip они к сожалению в нашем мире вполне распространены давайте рассмотрим один из примеров выдачи служебных данных здесь речь идет о домене intratrophyarea.com где есть скрипт misuse.php с параметром p который принимает некое значение которое соответствует файлу далее этот скрипт берет этот файл с вот этим именем загружает его и показывает пользователю если ввести несуществующий файл вот как мы сделали в данном случае мы ввели имя файла в один произойдет исключение в работе скрипта и нам на дебаг выдастся следующее сообщение варень в кодбанск файл то опен стрим бала бала но сачфайл в директоре in и далее информация которая потенциале довольно интересна злоумышленка то есть вот эта информация вот этот кусок данных нам говорит что на сервере метод misuse php лежит в директории var www вот здесь в дальнейшем злоумышленник может воспользоваться этой информацией чтобы уже точно позиционировать свои попытки загрузки чего-либо начиная с var www немного про метаданные на этом слайде представлен результат работы вот этой команды svn checkout http svn egroupvr .org egroupvr trunk или default и так далее эту команду я взял с сайта egroupvr это некая большая большая система для некая большая веб-система и они на своем сайте предлагают свинься прямо в веб-директорию веб-директорию как раз таким образом сначала заходим на веб-директорию затем выполняем эту команду svn checkout и так далее вот что в результате получается в директории egroupvr то есть после выполнения команды у нас появляется директория egroupvr и с вот этим содержимым то есть это написано на php написанная на php некая система которая обладает массой всяких функций массой модулей содержит в своем составе и так далее и тому подобное нас интересует не это а директория egroupvr .svn в принципе в любой директории будет после работы команды svn будет вот такая вот директория она скрытая поэтому нужно принудительно сделать cls на нее мы увидим что там находятся следующие файлы entries формат christine tmp vcdb и так далее если вы проделаете в принципе здесь ничего сложного вы можете у себя на машине создать директорию перейти туда и выполнить эту команду вы получите точно такие же через некоторое время вы получите точно такие же директории проделайте у себя и загляните в вот эти файлы которые содержатся в директории вы увидите там массу интересных вещей начинают пользователи заканчивая голыми исходниками всех вот этих файлов которые будут выдраны с это злоумышленнику может позволить сделать много много всяких интересных вещей в случае с публичным проектом как здесь там ничего страшного поскольку они и так раздают всем исходники а в случае с исходниками которые принадлежат какой-то компании в этих исходниках помимо логики работы и каких-то уязвимостей которые сложно найти без заглядывания в исходники могут встречаться такие веселые вещи как логины пароли аутентификационная информация к каким-нибудь сущностям базе данных которые крутятся на бэкэнде и так далее и тому подобное то есть метод данной это довольно-таки существенный источник интересных данных интересным для размышения данных и пренебрегать ими не стоит теперь давайте поговорим о лфр локал файл это уязвимость переводится как локальное включение файлов это уязвимость довольно-таки распространена много где встречается в силу того что это удобный способ организовать передачу данных пользователю в чем смысл уязвимости в виде одного параметра в одном из параметров закодировано либо в явном виде либо помните мы разговаривали на предыдущем уроке о разном виде разный тип представления данных так вот либо в явном виде либо в каком-то неявном но однако закодировано имя файла который затребует пользователь система берет это имя файла загружает его и выдает пользователя обратно то есть мы таким образом можем указать линки линк индекс page равно about нам загрузится файл simonimoembalo.txt page равно еще что-нибудь нам все это загрузится и создать такие линки и пользователь сам будет указывать какую страницу он хочет посмотреть на стороне веб фронтенда это выглядит следующим образом здесь представлен псевдо код здесь что-то здесь что-то выполняется во-первых выполняется присваивание переменной name параметра пришедшего из get запроса с именем fm некий параметр во-вторых происходит вызов функции print которая берет в качестве параметра результат работы функции load file с именем name то есть пользователь через параметр с именем fm передает имя файла это имя файла загружается и затем выводится на печать результат по результат работы подобного скрипта на intro.trophyarea.com slash getpage.php где вместо fn используется имя параметра page наш параметр это page и значение параметра main text скрипт getpage.php берет это значение параметра main text загружает этот файл и выдает на печать этот слайд показывает что будет если мы используем валидные данные то есть валидный существующий файл нам выдается page main text видимо как мы можем предположить это значение вот этого параметра напрямую сюда попадает и затем содержимое hello содержимое этого файла теперь давайте посмотрим что будет если мы введем заведомо несуществующие данные enter.trophyarea.com slash getpage.php page равно non-existent точка text здесь в принципе мы можем что угодно о чем мы твердо уверены что этого файла на системе нет нам нужно проверить то что здесь речь идет о локальном включении файлов ни о чем ни другом мы вводим несуществующий файл наш вывод превращается в следующий page non-assist .txt как мы выяснили это просто распечатка вот этого параметра значение этого параметра и все дальше пусто то есть видимо что все-таки здесь речь идет о том что файл загружается и работает вот примерно такой кусок кода теперь попробуем провести реальную атаку для этого мы попробуем заведомо существующий файл но лежащий вне вверх директория загрузить и отобразить очень часто используется для этих целей и тиси по свд но как вы заметите здесь он задается не в виде слэш и тиси слэш по свд поскольку на момент запуска скрипта гиппэйш .пхп мы уже находимся в какой-то директории как мы выяснили по предыдущим во время раскрытия информации мы находимся в директории вар .вв и если мы отдадим качество параметры эти сип свд он будет пытаться загрузиться начиная с этой директории то есть здесь и тиси .посвд естественно он не найдет такого файла и выдаст пустую страницу для того чтобы достучаться до системного и тиси посвода мы используем последовательность . . . . и так далее много-много-много раз больше если вы больше чем нужно раз видите последовательность ничего страшного не будет для чего это нужно мы находимся здесь если в линкс ввести cdm . . слэш мы перейдем на директорию выше то есть находясь здесь мы вимини файлом встречаем . . . переходим сюда следующий . . переходим сюда следующий то есть на на этот момент мы находимся уже в корне следующая точка слэш будет пытаться перейти сюда но выше корня не подняться поэтому все равно будет возвращаться в корень вот почему больше больше чем нужно вы здесь не ведете этих последовательностей находясь в корне мы доходим до и тиси посвд и загружаем и тиси . посвд общей системы начиная со свша начиная с корня результат работы этого запроса представлен на слайде то есть мы видим наш наше имя файла и тиси посвд с множественным переходом на директорию выше и контент собственно говоря файлы и тиси посвд так как в большинстве случаев он на линуксе есть существует и доступен на чтение абсолютно всем пользователям то и тиси посвд для проверки гипотезы относительно наличия этой уязвимости час